Твиги. Легенда, феномен, история. Она олицетворяет собой целую эпоху. Бунтарские 60-е. Первая модель, чья слава затмила вещи, которые она рекламировала. Четыре года. Всего столько лет длилась ее модельная карьера. Но эти четыре года уже давно растянулись во времени. Худощавую девочку с большими глазами и грустным взглядом даже сегодня узнает любой. Как вы чувствуете себя в роли иконы стиля для целого поколения? Конечно же, я польщена этим. Легенда 60-х супермодель Твиги до того, как стать всемирно известной, работала в салоне красоты ассистентом парикмахера. Именно там ее нашел модельный скаут. Модельному скауту Найджелу Дэвису, будущее Твиги, тогда еще просто школьница Лесли Хорнби, должна быть обязана всем. Именно он повел ее к мастеру виртуозных причесок Видалу Сосунов, который сделал ей дерзкую стрижку под мальчика. С того момента началась всемирная слава Твиги. В основном я фотографировалась. На подиум выходила крайне редко. Из модельного бизнеса Твиги ушла со словами. Я не могу всю свою жизнь оставаться вешалкой для красивой одежды. Тогда и было 20 лет. Тогда, в 60-х, модели были более влиятельными, чем сейчас. Нас было намного меньше. После окончания модельной карьеры Твиги стала играть в театре. И своими постановками на Бродвее она гордится намного больше, чем модельным прошлым. Своим главным достижением я считаю роль в бродвейской постановке «Моя прекрасная леди». Я играла ее в середине 80-х. Знаете, выходить на сцену 8 раз в неделю перед аудиторией в 2000 человек – вот это вызов. Не сравнить с модельными обязанностями. До того, как стать моделью, Твиги мечтала о карьере дизайнера. Свою мечту она реализовала на пике модельной славы. В 66-м году девушка начала выпускать собственную линию одежды, которая, кстати, была очень успешной. Я всегда обожала вещи с мужского плеча. Все чаще ношу мужские костюмы. Я не могу носить обувь на каблуках. Я не могу в них ходить. Мне неудобно. Я люблю свои сапоги. И вообще неформальный стиль. В моем возрасте в первую очередь стоит одеваться комфортно. После окончания модельной карьеры Твиги дважды вышла замуж. Родила дочь, записала 21 музыкальный альбом, снялась в десятке фильмов и даже получила два золотых глобуса за роль в экранизации мюзикла «Бойфренд». Но для всего мира она так и осталась андрогийным подростком с большими глазами, символом свингующего Лондона. Подобного успеха после Твиги удалось добиться только одному человеку – Кейт Мосс. Она, как и Твиги, давно избавилась от ярлыка просто модели. Все, что она делает, моментально становится культовым. Любая вещь, которую она надевает, превращается в хит. Кейт Мосс уже давно зарекомендовала себя как успешный дизайнер одежды. Вот такие вещи она выпускает для британской марки Топ Шоп. Их в считанные дни раскупает не только ее поклонники, но и модницы по всему миру. У Твиги и Мосс много общего. Обе британки, обе низкого как для моделей роста, обе преуспели в дизайне одежды и обе произвели революцию в мире моды. Получится ли у кого-нибудь стать успешнее? Вряд ли. Зато у будущих поколений моделей есть прекрасные примеры для подражания.